Продолжаем химические свойства оксикислот. Разберем спиртовые свойства. Взаимодействие с карбоновыми кислотами и спиртами. Возьмем из карбоновых кислот уксусную кислоту, из оксикислот молочную кислоту и этиловый спирт. Но здесь внимательно смотрите. От уксусной кислоты отходит группа OH. От молочной кислоты мы написали OH в сторону уксусной кислоты отходит водород от группы OH. И от молочной кислоты взаимодействие со спиртами отщепляется OH, а от спиртов водород. Отщепляется концентрированный H2SO4, отщепляется 2 молекулы воды. И у нас получается сложный эфир. Диэфир уксусно-оксиуксусно-этиловый эфир. Видите, как сложно. Посмотрите внимательно и запомните. Следующее. Окисление первичной оксикислоты. Возьмем первичную оксиуксусную кислоту. От ней окислим ее атомарным кислородом. Отнимается вода. И у нас получается альдегидокислота. Почему? Потому что группа HC, двойная связь О, это альдегидная группа. А СООН, карбоксильная кислотная группа. И поэтому альдегидокислота. Следующее окисление вторичной оксикислоты. Возьмем вторичную альфа-пропионовую оксикислоту. Тоже окисляем, отнимается вода. И у нас получается опять смешанная молекула кетокислота. Почему кето? Потому что С, двойная связь О, это карбонильная группа, кетонная. А СООН, карбоксильная группа, кислотная. СООООН. СОООН. СООООН. СООООН. Продолжение следует...